Предисловие Владимира Буковского Поведение жертв московских показательных судов 30-х годов – это та загадка, которая будет продолжать возбуждать любопытство историков в течение еще многих лет. Действительно, каким образом твердые революционеры, которые прошли через каторги и пытки, неожиданно начали открыто признавать нелепое и абсурдное обвинение и каяться, униженно прося о помиловании? Знаменитые революционные вожаки, посвятившие всю жизнь своему делу, неожиданно превратились в заговорщиков, продавшихся врагу. Почему они, по крайней мере, не умерли в тишине? И в любом случае, во время самих судов никто не смог бы заткнуть им рот. Известно только два или три случая, когда жертвы пытались оправдать себя, и даже в этих случаях не очень активно. Конечно, было бы наивно разделять мнение Глеткина и большинства марксистов на Западе, что все зависит от физической конституции. Пытки влияют на тех, кто хочет жить, но не на тех, кто готов умереть в любую минуту за свое дело. Это очень важная проблема, и не только для психологов. Темные времена 30-х годов – это своего рода рубеж в представлениях современных марксистов, потому что до этого все шло в соответствии с теорией, и только после этого начали происходить противоречащие ей вещи. Марксисты считают, что в этом виноват Сталин, потому что он якобы допустил резкое изменение политических взглядов в стране и внутри партии. Но как так получилось, что злодей Сталин единолично изменил хорошую партию? Почему вся партия, включая тех руководителей, которые были позже арестованы, активно ему в этом содействовали? Каким образом все пошло не так? Кёстлер с безжалостной логикой демонстрирует нам неразрывную связь между марксистской теорией и практикой в 30-е годы. Любой человек, ставящий общественное благо и коллективную цель выше личности, каждый, кто считает, что индивидуум должен быть принесен в жертву этой цели, и более того, тот, кто принес в жертву многих отдельных людей во имя этой цели, должен признать тот факт, что с ним тоже так нужно поступать. Любой, кто принес в жертву «я» во имя «мы», должен быть постоянен и смел в своей борьбе с врагом. Но если внезапно он оказывается в ситуации, когда он сам становится врагом этого коллективного «мы», он в ту же минуту теряет свою силу и оказывается в непривычной для него позиции «я». Единственное, что он захочет, это немедленно опять превратиться в «мы». И если условием этого превращения является публичное осуждение своих собственных убеждений и признание выставленных против него абсурдных обвинений, то он это сделает. Когда честь заменена практической целесообразностью, какие могут быть препятствия? Главная идея о всеобщем счастье и идеальном обществе оправдывает все средства, ведущие к этой идее. Чем труднее достичь цели, тем больше жертв нужно принести, и тем ужаснее средства, которые становятся оправданными. Эту истину трудно постичь в ее абстрактной форме, потому что все думают «я никогда не начну оправдывать плохие средства для достижения хорошей цели». Но представьте себя на минуту в ситуации, когда вам нужно решить, умрет сто человек или тысячи. Или просто представьте, что вы ведете машину и вынуждены задавить либо одного человека, либо двух. Решение начинает казаться очевидным. И вот вы уже и применяете на практике закон арифметического управления человеческими жизнями. Но марксисты говорят нам, что мы все постоянно оказываемся в подобного рода ситуациях. В течение сотен лет эксплуатация доводила пролетариат до животного состояния. Кто будет считать, сколько погибло животных? А как насчет войн, которые, как все знают, являются инструментом капитализма и в которых бессмысленно гибнут миллионы людей? Вся наша история – это не более чем цепь страданий. Разве мы не можем оправдать истребление эксплуататоров и империалистов ради того, чтобы избавить человечество навсегда, ото всех страданий. Тем не менее, успешное выполнение этой невероятно трудной задачи требует от индивидуального «я», чтобы оно подчинилось общему «мы», одинаково мыслящих людей. Мерзость и жестокость классовых врагов может быть побеждена людьми, которые сами еще более мерзки и жестоки. Их победа будет служить их оправданием. Неудивительно, что обвиняемые на московских показательных процессах уже не являлись наивными жертвами. Они были злодеями и закоренелыми лжецами. Если в атмосфере тех лет все взгляды, которые не выражали правильного классового отношения, считались контрреволюционной деятельностью, и все некоммунистические взгляды считались противоречащими правильной классовой позиции, то тогда приходилось признать, что отклонение от линии партии было преступлением. Вчерашние палачи стали завтрашними жертвами, и всей стране пришлось пособничествовать в совершении преступлений путем открытой их поддержки. Подход к истории 30-х годов был устойчивым и спланированным. Эти годы имели свое начало в самой идеологии и следовали неумолимой логике. Таким образом, вина Рубашова была доказана с помощью его собственных теоретических формул. Эта внутренняя карусель выросла из теорий, созданных бородатыми философами на групповых фотографиях. Нигде это не проступает яснее, чем в случае с Лениным. «Государство», — говорит он, — «это всегда сила. Оно представляет собой насилие одного класса над другим. Поэтому насилие в данном случае во имя пролетариата оправдано и необходимо. Вот вам и обоснование террора». «Литература и искусство всегда базируются на осознании своего класса», — говорит он. «Они всегда оружие правящего класса и правящей культуры, и поэтому мы станем прямыми продолжателями культурных традиций, если будем разрешать только пролетарское искусство в нашем государстве рабочих». Вот вам и цензура. Частная собственность — это то, что было украдено у рабочих, так что отбирайте то, что было украдено. Поэтому, если следовать логике ленинистов, почему не оправдать и убийство? Человек же всё-таки смертен, так почему бы не убить его сейчас? Когда-то же ему всё равно придётся умереть». Нам нужно только вспомнить реакцию Ленина на восстание в Шуе 10 февраля 1922 года, когда он дал следующее указание в своём письме, адресованном Политбюро. Разве это не сценарий для последующих судов? Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей. Надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр. Без этого фонда никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности и никакое отстаивание своей позиции в Генуе, в особенности, совершенно немыслимо. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и поэтому должны провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. В Шую послать одного из самых энергичных, толковых и распорядительных членов ЦИК или других представителей центральной власти лучше одного, чем нескольких, причем дать ему словесную инструкцию через одного из членов Политбюро. Эта инструкция должна сводиться к тому, чтобы он в Шуе арестовал как можно больше, не меньше, чем несколько десятков представителей местного духовенства, местного мещанства и местной буржуазии по подозрению в прямом или косвенном участии в деле насильственного сопротивления декрету в ЦИК о изъятии церковных ценностей. Тотчас по окончании этой работы он должен приехать в Москву и лично сделать доклад на полном собрании Политбюро или перед двумя уполномоченными на это членами Политбюро. На основании этого доклада Политбюро дает детальную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс против шуйских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающим, был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом, очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев города Шуи, а по возможности также не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше назначить особо ответственных, наилучших работников для проведения этой меры в наиболее богатых лаврах, монастырях и церквах. Интересно то, что после многих лет совместной работы эти философы не имели никаких иллюзий о нравственном уровне своих товарищей по оружию. Когда Каменева и Зиновьева обвинили в убийстве Кирова, Бухарин сказал, что же, они те, кто они есть, может быть, что-то и было. Таким же образом, каким бородатые философы вырастили Сталина, таким же образом чекист Иванов воспитал чекиста Глеткина, который его расстрелял. И каждое новое поколение было более жестоким и беспринцепным. Неандертальцы новой эры. И старая гвардия могла только удивляться, откуда они такие взялись. На плакатах же молодежь всегда лучезарна. Один из теоретиков Коммунистической партии Франции как-то сказал мне, что классовые враги виновны гораздо в большей степени в жестокости большевиков, чем сами большевики. Красный террор никогда бы не произошел, если бы не сопротивление белых. Этот человек на полном серьезе верит, что никто во Франции не будет сопротивляться строительству коммунизма, поэтому коммунизм с человеческим лицом там возможен. Чем более искренен и постоянен человек в своих убеждениях, на тем большую подлость и жестокость он способен. И когда его рано или поздно поставят перед революционным трибуналом, куда его неизбежно приведут остатки его искренности, человеческого лица уже не останется. Молодые улыбающиеся неандертальцы, воспитанные на новой нравственности, объявят его виновным. Совсем неудивительно, что люди не смогли в этом разобраться в начале века, когда происходило становление системы. Удивительно то, что то же самое произошло во множестве стран по всему миру, в местах, чья история, культура и религия очень сильно отличаются друг от друга. Но это ни на что не влияет. Марксизм остается модным времяпровождением богатых лентяев и университетских профессоров во всех развитых странах. Для их же учеников во Вьетнаме и Камбодже он превратился в кровавую трагедию. Человеческая способность оставаться равнодушным бесконечно. Даже на пачках сигарет печатают предупреждения о вреде здоровью. Почему тогда на обложках марксистской литературы нет следующего рода предупреждений? Теории, здесь описанные, привели за последние 60 лет к смерти миллионов людей. Разве не должны профессора говорить правду об этой практике? Похоже, что нет. Но стоит только об этом упомянуть, и вы обнаружите, что право отравлять разум ученика считается неотъемлемым правом учителя. Права человека, которых сейчас постоянно не говорит только ленивый, включая марксистов, неразделимо связаны с человеческим долгом и личной ответственностью за все, что происходит вокруг нас. В лагере я однажды повстречал старика, которого посадили за участие в массовом истреблении евреев во время Второй мировой войны. Он считал, что его осудили несправедливо. Я никого не убивал. Все, что я делал, это открывал дверь в газовую камеру. Я ее даже не закрывал. Закрывал ее другой человек. Если в течение 62 лет мы поумнели настолько, что выносим приговоры красным хмерам и террористам, не настало ли время вынести приговоры тем, кто всего-навсего открывал дверь преступлениям в нашем мире? Тоталитаризм не может существовать в вакууме, а поддерживается запачканным кровью соучастием. И поэтому с начала 60-х годов все больше и больше людей отказываются быть частью советской системы. Простое человеческое желание быть невиновным, прямое или опосредованное, в глазах своих потомков и современников, породило то, что сейчас повсеместно известно как движение за права человека в СССР. Оно оказалось неуязвимым перед лицом одной из самых репрессивных систем в мире. Оно оказалось сильнее любых заговоров или политических интриг. Но неужели необходимо проходить через столько крови и пыток, чтобы это понять? Я прочел эту удивительную книгу в издании на русском языке, предназначенном для незаконного ввоза в Советский Союз, где ее прочитали бы сотни тысяч людей. Я читал ее в Италии, находясь в маленьком городке, в то время как там проходила шумная коммунистическая фиеста, и все жители города этому радовались. Где, думал я, произойдет крушение раньше? Здесь или там?